В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить канал моей маленькой девочки, а именно Анечке, это моя девушка. Не, ну она не маленькая девочка, а то будете писать, что это педофил и все дела. Не, чуваки, ей не 12 лет, ей если что 18 лет, мне 19, так что все нормально. И, короче, Анетка своим таким, знаете, женским тоненьким голосовочком такая Кент АПК, а че это ты псих пиаришь, а свою девушку не пиаришь? Ну, почему я решил пропиарить, решил сделать приятное, так что подпишитесь, поставьте Анетке лайк, у нее скоро выйдет новый видеоролик, новые открытия кейсов, ну вы поняли, да? Ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, с вами ваш Кент АПК, и как вы меня и просили, прямо сегодня, прямо сейчас, ваш Кент АПК вам покажет, что же лежит в его сумочке. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и вы, ребята, возможно, увидите даже мои ножи. Ну ладно, ладно, шучу, конечно, увидите, только ножи будут в конце данного видеоролика. И не дай бог кто-то перемотает, ребят, вот кто перемотает, будет иметь дело с моей двушечкой, так что перематывать данный видеоролик категорически запрещается. Смотрите от начала до конца. Ну что же, ну что же, ну что же, я надеюсь, что вы уже поставили лайк за мою вебку, а также можете писать идеи для следующих видеороликов, ребята, в комментарии. Я почитаю, и, возможно, что-то приму к себе в сведении. Ну что же, поехали смотреть, я вам покажу, что же есть у вашего Кента, у топ-1 донатеров в блокстрайке. Сейчас мы, ребят, посмотрим, это у нас UMP. Ну, на UMP у меня скинов почти-почти нету. Ну, давайте посмотрим, так вкратце, да, так кабанчиком по-быстрому пробежимся. Ну, ребят, на UMP у меня вообще очень мало скинов, всего лишь, как бы, 2 или 3 скина, да? Ну, очень мало. Давайте дальше. Скины на АК-47, это моя гордость. Я вам сейчас всё покажу. Вот это вот мой самый любимый скин, это Кернейдж, я думаю, вы все его знаете. И самое главное, что этот скин далеко не у меня одного любимый, потому что этот скин много кому нравится. Давайте смотреть дальше. Вот на АК-47, ребят, у меня очень много скинов, потому что почти на каждом открытии у меня, ребят, выпадают скины на АК. Так, ну что, давайте смотреть. Вот этот скин Бризи, кстати, тоже очень крутой. Я с ним одно время играл, тем более на фаерстат, очень классно. Нойзи, тоже на фаерстат, тоже неплохо. Шок, тоже фаерстат, ничего себе, ничего себе. Дальше, ребят, ПВАР, ну, такой себе обычный скин, ничего особенного. Дальше, Инкридибл, ну, у меня этого скина нету. Джлистер, неплохо, неплохо, неплохо. Ну, ребят, можете сами смотреть, я не буду называть названия каждого скина. Просто, ребят, скинов на АК у меня очень-очень много. И я думаю, что вы должны это запомнить. Так, давайте смотрим. Суицид, тоже довольно-таки неплохой скин. И тоже фаерстат. Ничего себе, мажор, ничего себе, мажор. Я прям сам себя в шоке. Блин, смотрите, какой классный скин. Я даже раньше не видел. Вообще, ребят, крутой скин. Вот я сейчас хочу такой скин. Вот если я его выбью, я буду играть именно с этим скином. Как он называется? Супрэшн. Вот я буду играть в будущем, ребята, с этим скином. Вот если он не выпадет. Так, ну и вроде бы, вроде бы, вроде бы все. А, не, не, не все, не все. Давайте дальше смотреть. Еще опрессор, тоже фаерстат. Ничего себе, сколько, ребят, у вашего кента скинов. Я прям в шоке. Вот это я мажор, вот это кента пока явный мажор. Так, ребят, ну уже скины начинают повторяться по второму кругу. Мы уже вроде эти скины смотрели. Я думаю, что вы уже поняли, какие скины у кента есть, какие нету. Но скинов на АК у меня просто выше крыши. Вот если бы у меня было сколько скинов на Керамбит, то я просто был бы мажором топ-1. Так, УЗИшка, ребят. Я вот УЗИшка никогда не играю, но скинов на УЗИшку у меня тоже довольно-таки много. Давайте посмотрим. Так, во, во, вот это первый скин. Это ретро. Дальше. Нана. Дальше у нас скин. Ультимейт. Так, что у нас еще есть? А, ну вроде бы все, да? И Кроус. Ну, в принципе, так себе. Средний, да? Могло быть и больше. Ну что ж, это, ребят, у меня АВП. Давайте посмотрим скины на АВП. В принципе, на АВП у меня не так уж и много скинов. Но парочка есть. Да и тем более на Фаерстат. Так что, ребят, ну, думаю, неплохо, неплохо. Давайте смотреть дальше. Так, так, так. Блин, смотри, да? Крутой скин. Вроде простой, но в то же время довольно-таки неплохой. И вот мне вот такие скины нравятся. Я люблю, ребят, минимализм. Ватермелон. Кстати, знаете что? Почаны, почаны. Сейчас мы с вами договоримся. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотели бы ли вы мастер-класс от кента, как делать шапки в тематике Блок Страйка? Потому что, ребят, я вот думаю себе обновлять шапку. Потому что вы все знаете, что у меня есть дизайн студия. Вот я, ребят, хочу на правах дизайн студии обновить себе шапку. И снять видеоролик. Так что, ребят, кому будет интересно, напишите в комментариях, пожалуйста, кента пока сделает шапку. Остальные просто пролайкайте, окей? Я думаю, что вам будет интересно посмотреть. И я думаю, что вы, ребят, потом поставите лайк. Ну что ж, давайте дальше смотреть. А вот и Мелон, если я не ошибаюсь. Это, ребят, у нас с английского арбуз, да? Если мы английскими не подводят. Ну, чё-то... По крайней мере, что-то похожее с арбузом. Так, давайте смотреть дальше. Так, так, так. Блин, какой крутой скин, да? Вот этот Лава Сплэш. Слушайте, какой он красивый, да? Вообще крутой скин. И вот этот Неон Шадов тоже крутой скин. Но, увы, ребят, у меня их тоже нету. Так, ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы, ваш скин духа вам показал все скины, что у меня есть. Кроме моего любимого АВП Инжекшн. АВП Инжекшн, вот, ребят, просто топовый скин. Конечно же, нет, я его ненавижу. Это скин, который просто заставил меня страдать. Из-за этого скина, ребят, я пролил кучу слез. Ни одну ночь проплакал. Поэтому этот скин очень плохой. И я его тоже не люблю. Так, давайте, смотрите. Мой самый нелюбимый скин. И теперь, ребята, точно всё. Листаем дальше. Так, это скучно, скучно. Аух. Ну, это тоже ничего такого особенного. П-90. Ну, давайте, ребят, по-быстрому я вам покажу, какие у меня есть скины. Ничего себе, у меня даже наклеечки есть. Вот это я мажор. Ничего себе, ребят, вот это кентуха мажор. У кентухи есть наклеечки, я даже не знал. Надо будет себе приклеить на АК. Так. Ну, давайте, по-быстрому. Вот, ребят, один скин, второй скин. Третий скин. Ничего себе. Слушайте, у меня много скинов, да, на П-90? Четвёртый скин, пятый скин. Да вы что, ребят, вот это я мажор. Вот это у кентухи скинов я прям не ожидал. Ничего себе. Так, это было что, шесть скинов, да? Ну, ребят, неплохо, неплохо. Явно неплохо, явно немало, явно грех жаловаться. Давайте смотреть дальше. Фомас, ну это скучно. Скар, скучно. Надо, ребят, ещё нам посмотреть скины на Галил. Вот сейчас мы посмотрим. Обратный нажал мне туда. Дальше у нас идёт Галил. И давайте, ребята, вместе с вами мы посмотрим, какие же скины есть у вашего кентухи. Скины. Ну, это мой самый любимый скин. Это ревенж. Крутой скин, классный. Ничего плохого сказать не могу. Вот мне такие нравятся в стиле минимализма. Классный, крутой, прикольный. Дальше этого скина нету. Давайте смотреть. Так, раз, два. Три. Четыре. Четыре скина. Да, ребят, в принципе, не так уж и много. Но я скажу вам только одно. То, что скинов на Галил, да и вообще гораздо меньше, чем на АК. Поэтому это дискриминация, ребят. Требуя справедливости. Требуя, чтобы скинов на Галил добавили, чтобы их было так же, как и на АК. Мы за справедливость. Ребят, кто за справедливость? Пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях. Потому что это несправедливо. Почему это АК лучше, чем Галил? Чем это АК лучше, чем Галил? А ну давайте, ребят, в комментариях по плюсику скинулись. Потому что несправедливо. И я требую гораздо больше скинов на Галил. Ну что же. А теперь мы, ребята, посмотрим скины на вторичное оружие. Давайте посмотрим. Я так вкратце пробежусь. Глок. Ой, на Глок у меня, ребят, много скинов. Давайте смотреть. Так, один скин. Два скина. Три скина. Четыре скина. Пять скинов. Ничего себе. Шесть скинов. Мать моя женщина. Ничего себе. Так. Семь скинов. Ребят, семь скинов. В принципе, неплохо. Довольно-таки неплохо. Ой, я что-то вышел. Давайте дальше смотреть. Ну что же. А теперь, ребят, у нас идет моя гордость. Это Дигл. Я обожаю Дигл. Это Дигл. Мое самое любимое оружие. Ребят. Дигл, короче, топ in the top. И давайте вместе с вами посмотрим, сколько у меня же скинов на мое любимое оружие, а именно Дигл. Давайте смотреть. Так. Первый скин. Второй скин. Третий. Четвертый. Вот это, кстати, тоже очень крутой скин. Я с ним, ребята, раньше довольно-таки долго играл. Так. Это у нас третий или четвертый? Блин, я потерял. Все, ладно. Пусть будет четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И, ребята, в принципе, все. Семь скинов, ну, как по мне, довольно-таки неплохо. Семь скинов на дороге не валяются, поэтому, ребята, это тоже очень круто. И я очень рад, что мне можно выбрать из множества скинов мой любимый. Ну, что, давайте смотреть дальше. А дальше у нас Магнум. Ну, Магнум, это вряд ли кому-то интересно. Но хотя давайте, ребят, по-быстрому, да, по-быстрому. Кабанщикам. Вот мои скины. Смотрите и завидуйте. Да, 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 да. Блин, слушайте. Чет Магнум вообще обделили, да, ребятки? Зашкварные скины. Мать моя женщина. Какой-то зашквар, да? Ребят, полный зашквар этот Магнум. Вот никогда с ним не играйте, потому что скины... Скины и текстура реально убогая. Это нечестно. Вот в сравнении с Диглом, ребят, это несправедливо. Я требую тоже. Требую меня в президент. Я бы, ребят, вам поменял бы и Магнум, и Дигл. Всё бы поменял. Потому что нечестно. USP. О, USP. Это просто, ребята... Это, ребята, тоже. Ещё. Ещё одно рожек, где у меня очень много скинов. Давайте смотреть. Так. Опа, это у нас пошёл первый скин. Второй скин. Третий скин. Четвёртый. Пятый. Пять скинов. Слушайте, знаете, вот когда я даже не смотрел мой инвентарь, ребят, кажется, как будто скинов гораздо больше. Вот честно говоря, я врать не буду, но кажется, как будто скинов штук 10 на USP. Ничего себе. Я думал, что их побольше у меня. Тег 9. Ну, там ничего интересного. 5-7, слушайте, тоже. Это оружие довольно-таки часто мне выпадает в открытии кейсов. Поэтому давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4. 4 скина. Вот знаете, ребят, вот так обидно. Вот почему? Вот почему такие зашкварные скины на 5-7? Ну почему на дегле такие крутые, а на 5-7 такие зашкварные? Ребят, нечестно. Давайте. Меня в президенты. Я вам поменяю все скины. Ребят, сделаю бесплатные кейсы и поменяю все скины. Ну вы поняли, да? Беретта. Ну, этих скинов у меня выпадало крайне редко, поэтому даже нечего показывать. Так, это у нас новое оружие. Ну, в принципе, тоже ничего такого интересного. Ну что же. Прямо сейчас я вам покажу, ребята, мою гордость. А именно мои ножи. Покажу вам то, за что я горжусь. Так что, ребят, поехали. Поехали смотреть. Сейчас вам кентуха все-все-все покажет. И начнем мы, ребята, с самого обычного ножа. Давайте смотреть. Ну, в принципе, ну, в принципе, такое, да? Ничего необычного нету. Ну, ножи как ножи, да? Вот этот скин прикольный, да? Кстати, вот мне он нравится. Такой, да, красочный, яркий, крутой скин. Ничего плохого сказать про него не могу. Ревейнж. Тоже неплохой скин. Так, ну, ребята, в принципе, в принципе, это все, да? Скин я вам показал на этот нож. Давайте смотреть дальше. Дальше у нас идет Хантинг Найф. И не надо мне исправлять в комментариях, как вы пишите. Я кенту пока правильно говорить Кнайф. Да неправильно это, ребят. Правильно говорить Хантинг Найф. Я все правильно-правильно говорю. Ну что же, давайте смотреть мои скины. Давайте посмотрим. Давайте я вам похвастаюсь. Какие же крутые скины у меня есть. Дэдди скин, стандарт и скин Найт. Кстати, смотрите, да, ребят? Ну как-то, как-то вообще. Ну что я залажу? Почему скин Найт и скин стандарт почти не отличаются? Это что? Это что такое? Ребят, несправедливо. Я требую перевыборы. Несправедливо. Дальше. Байонет. Байонет это тоже, ребят, моя гордость. Я вам сейчас все-все-все покажу. Есть скин Ревейнж. Есть скин... А, и все. Есть скин Ревейнж и стандарт. Ну, в принципе, ребят, на этом все, да? А ну-ка, а ну-ка, что же у вашего кентухи есть еще? Давайте посмотрим. А то, мало ли, я что-то пропустил. Комбат Найф. Комбат Найф тоже, ребят, есть у вашего кента. Да, да. Я Мажор. У меня хоть и нету Керамбита и Гуд Найфа, но, ребят, у меня есть множество других скинов. У меня есть скин Дэдди, скин Стандарт, скин Найт. Ну, и этого мне хватит. Неплохо, 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 неплохо. В принципе, неплохо. Вот, ребят, в мою коллекцию не хватает Керамбита и Гуд Найфа. Так что, если вы поставите лайк, я уверен, что в следующем открытии кейсов мне, ребята, обязательно выпадет или Керамбит, или Гуд Найф. Так что, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. С вами был ваш кентопк, и это, ребята, было открытие кейсов с кентопк. С вами был ваш кентуха, всем удачи и всем пока. Пока-пока! Пока! Камера, фокусируйся. Пока-пока!